Если электрический ток это упорядоченное движение заряженных частиц, то почему при движении этих частиц они в проводнике не кончаются, почему проводник не теряет свои механические свойства, и почему не происходит каких-либо реакций. Всем привет, друзья! На связи проект Инженерное знание, а меня зовут Юрий Трифонов. И появился у нас очень интересный вопрос. Почему, если электрический ток это движение частиц, движение электронного газа, то при прохождении электрического тока через проводник, Проводник, первое, не теряет свои свойства, второе, электроны не кончаются, и третье, всё это как-то продолжает работать. Вопросы правда очень важные, и попробуем ответить на этот вопрос с точки зрения современной существующей теории. Ну а вас я попрошу подписаться на проект, попрошу оставить комментарии и лайки, если это нравится, попрошу спонсировать проект, если он вам кажется интересным, ну а мы приступаем к изучению. Для того, чтобы понимать, почему электроны не кончаются, для того, чтобы понимать, почему проводник не деградирует в результате прохождения электрического тока, нужно очень чётко понимать теорию происходящего. Что в этой теории, собственно говоря, отмечено? Ну, для начала ещё раз вспомним определение электрического тока. Электрический ток – это упорядоченное направленное движение частиц, которое возникает в результате воздействия на частицы электрического поля. Для нас очень интересно здесь, что такое вот это вот за частицы, и откуда они берутся, где они есть, как они появляются, и почему они не кончаются. Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно понимать, что такое тот самый электронный газ. Мы сейчас рассмотрим процесс, характерный для металлов, поскольку металл вообще гораздо проще, и исходя из этого уже можно будет понять, как ток распространяется в других средах, и почему тоже ничего не кончается. В металлах электронный газ – это свободные электроны. Но что такое свободные электроны? Свободные электроны – это не просто какая-то дрянь, которая болтается внутри проводника. Тут сказывается вот эта вот ассоциация с водой, которая часто приводит на уроках, тут сказываются ассоциации с яблоками, которые скатываются через трубу, и много других этих моментов, которые, в принципе, помогают понять процесс, но в какой-то степени путают. И вот здесь эти определения путают. Исходя из этих сравнений, кажется, что в проводнике есть некоторое количество чего-то, как вот в трубу насыпанные шарики, и когда эта труба начинает кантоваться, шарики начинают пересыпаться. Ну а в случае электрического поля, которое воздействует на заряды, представленные в данном случае шариками, эти шарики начинают кататься под вот этой вот ускоряющей силой. И в результате этого кажется, что в проводнике всегда что-то есть. На самом деле и правда в проводнике что-то всегда есть, и именно это что-то и проводит электричество, потому что в металлах оно есть, а в дереве, например, нет. Но в случае, когда мы говорим про электронный газ, там все немножко сложнее. Для того, чтобы понять это, давайте вспомним, каким образом у нас устроен атом. Есть планетарная модель атома, в середине есть ядро, и вращаются вокруг него электроны по орбитам. Правда сейчас эти орбиты называют орбиталями, и орбитали это у нас не то, что там какое-то жесткое положение, или прям какой-то вот овал или крупа вокруг атома, а это вероятностное положение электрона в этом атоме. Но на самом деле суть это не меняет. Так вот у нас электроны могут располагаться близко к ядру, а могут располагаться далеко от ядра. Если у нас электроны располагаются близко к ядру, то связь сильная, оторвать их тяжело. Если электроны располагаются чуть дальше, то связь хуже, но все равно оторваться они не могут. А следующие электроны располагаются так, Так что они вроде как вот есть и вроде как их нет. Они вроде как привязаны, но привязаны плохо. И по сути дела дунь-плюнь развяжется оно. Когда у нас проводник находится в свободном состоянии, все электроны переходят от атома к атому под действием некоторых внутренних сил, под действием некоторых внутренних воздействий, которые для нас не то что необъяснимы, но не являются принципиально важными. И происходит это беспорядочное движение, происходят диффузионные процессы. В случае, когда проводник попадает в зону действия электрического поля, это электрическое поле в первую очередь отрывает эти электроны, которые оказываются хуже всего привязанными к атомами. Таких электронов больше всего именно в металлах. Именно поэтому говорят, что в металлах существует электронный газ. Понимая, что такое электронный газ, мы можем понять, что процесс обмена происходит постоянно. Частичка оторвалась, переместилась на другое место, там присосалась, там оторвалась другая. Вот этот процесс идет, идет, идет. Постоянно колесо замены, обмены и перемещение происходит. Но здесь возникает другой интересный вопрос. Когда ток переменный, можно предположить, что частички бегают туда-сюда, и принцип будет правильный. Ведь направление тока переменного меняется в единицу времени пропорционально его частоте. Скажем, при 50 Гц он меняется 50 раз в единицу времени, при 60, там, так-то. Но если мы говорим про постоянный ток, там все немного сложнее. Там частицы всегда двигаются в одном направлении. Почему же они там не кончаются? Тут тоже все довольно просто. Все дело в том, что когда мы говорим про существование электрического тока, мы говорим про замкнутую электрическую цепь. Что с точки зрения науки, что с точки зрения физики представляет замкнутая электрическая цепь? Здесь как раз таки уже уместно применить сравнение с трубопроводом. У нас есть насос, это источник электрической энергии, источник ЭДС, тот самый электродвижущий силы, который формирует электрическое поле, способное толкать по проводнику наши с вами частички, наши с вами электроны. У нас есть провода, которые представлены трубами, и у нас есть потребитель, который представлен, ну не знаю, там какой-нибудь, наверное, рационально сказать, турбиной, которая под действием воды вертит какую-нибудь там другую крутилку. Почему там не открытый кран? Потому что открытый кран как раз и будет потеря электронов, а нам это сейчас не выгодно для понимания. И вот когда такая электрическая цепь существует, у нас электроны, существующие в проводнике, начинают путешествие по этому проводнику под действием электрического поля. Электроны перемещаются, перемещаются, перемещаются. Тот самый электронный газ металла, про который мы рассказали, начинает вот так вот мигрировать потихоньку. Частички электронные, те самые, отрываются от одних точек, присасываются к другим и создают упорядоченное оправленное движение. По идее, они должны когда-то кончиться. Но когда у нас есть электрическая цепь, у нас проводник, например, соединяется с лампочкой, а дальше этот проводник соединяется с источником электрической энергии. В точке контакта у нас происходит процесс перехода электронов из одного проводника в другой проводник. Если скрутить два провода, то электроны будут перемещаться по этой скрутке одного проводника к другому. Правда, здесь тоже возникает много вопросов, и этот момент еще спорный, до конца не доказанный. Источник электрической энергии не производит электроны, а превращает один вид энергии в другой вид энергии. Это если говорить про стандартный генератор, если говорить про гальванические элементы, там немножко другая картина, и там действительно можно сказать, что он производит буквально такие частицы, которые потом цикуют по проводам. Ну а касательно деградации механических свойств проводника, интересно здесь отметить еще одно. Я как материаловец с этим делом немножко знакомый, у нас были работы научные, когда мы пытались, скажем так, как раз вот эти вот процессы электрической эрозии компенсировать. Нельзя сказать, что при прохождении электрического тока проводник не страдает вовсе. Постоянный процесс обмена электронами так или иначе сказывается на механических свойствах. Другое дело, что нет такого, что ток прошел через электрический провод, и провод сразу можно выбросить. Такое будет только в случае, если расчет электрической проводки выполнен неправильно. В случаях же обычных электрический провод работает длительное время, и длительное время сохранит свои свойства. Но в результате длительного воздействия электрического тока механические свойства все-таки деградируют. И те же самые алюминиевые провода за 20 лет нахождения в квартире становятся более хрупкими. Здесь, конечно, сказываются и внутренние процессы, происходящие в алюминии, но, кстати, про алюминии посмотрите ролик, вспомните. Так вот, есть и процессы внутренние, происходящие в алюминии, а есть еще и воздействие электрического тока. Так или иначе, воздействие электрического тока происходит, и оно существует. Но любой опытный вантер всегда отличит свежие провода от несвежих проводов, и не только по запаху или каким-то костным факторам, а по механическим свойствам. То есть ребята, которые говорят в комментариях, что деградация физических свойств должна существовать из-за прохождения электронов, все-таки доправы. Потому что так или иначе, процесс обмена электронами, он сказывается на структуре и на внутренних взаимодействиях. Другое дело, что вклад этого процесса, ну, наверное, не знаю, там один к миллиону, и говорить серьезно о каких-то потерях не получается. Ну, а проводник не кончается так или иначе из-за того, что мы уже сказали, что в замкнутой цепи электроны постоянно по этой цепи циркулируют, и на смену старых электронов приходят новые электроны. Это, в общем-то, и есть существование электрического тока и возможность его существования. Ну, а я надеюсь, что смог внести хотя бы некоторую ясность в этот хитрый и не совсем понятный вопрос, и очень надеюсь, что мое объяснение поможет вам разобраться в этом процессе. Всем спасибо за внимание, подписываемся, ставим лайки, оставляем комментарии, задаем новые вопросы.